Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 1 июня, я сейчас минут 20 почитаю комментарии, поотвечаю на некоторые вопросы, потому что начали интересную тему и очень важную о подкормках. Вопросов очень-очень много, на какие смогу отвечу. Сейчас сразу скажу вам, что опять же, еще раз напомню, что сейчас такая горячая пора, и что я больше всего нахожусь в огороде. Сегодня прочитала один неприятный комментарий, что вот тут совсем на вопросы не отвечает, нафига такой канал, но вы поймите, что я в первую очередь огородник, а потом уже справочное бюро, и любой огородник знает, что сейчас горячая пора, и если я сяду за компьютер и буду отвечать на все-все вопросы, на все комментарии, вы представьте, почти 200 тысяч подписчиков, каждый второй хоть раз что-нибудь спрашивает. Мне работать будет некогда, без обид. У кого успеваю прочитать, отвечаю. И то в том случае, если знаю ответ. Бывает, что я даже не знаю ответ насчет некоторых болезней. Если их у меня не было ни разу, и своего опыта нет, я никогда не возьму на себя ответственность, чтобы ответить, например, как лечить ту или другую болезнь. Я сама иногда захожу в таблицы смотреть, чтобы, например, как-то изменился лист, чего не хватает. Вот, короче, я сама еще в процессе обучения. Ну, начинаем. И в конце видео расскажу новости про собачку. У меня, знаете, получилась такая ситуация. Вот эти комментарии будут новые, я сейчас прочитаю. А еще кусок есть, который я еще 4 дня назад, по-моему, записывала, но не успела смонтировать, не успела выложить. Там, где видео, где я только хотела найти щенка и только говорила, что хочу, мечтаю найти щенка, но сейчас все изменилось. Но тот кусок уже снят, он тоже войдет в этот видеоролик. Кто-то, может быть, не смотрел. И добавится в конце новости, покажу вам, какого щенка мы нашли и за каким мы поедем в Новосибирск уже через неделю. Сегодня ему еще только там клеймо ставят, короче, готовят метрики, документы. Скоро он приедет к нам. Будет Надюшки, подружка. Ну вот, я сегодня сказала, что 1 июня, у нас первый день лета. Пишут, что у вас давно лето с апреля. Да, нынче нам повезло. И нам грех не воспользоваться этим. Вот кто успел, тот воспользовался. И как хорошо, я сколько раз всегда говорю, как хорошо, что есть на запасе вот эти ранние посевы, что я в теплицу, когда сею, сею намного больше. И вот то, что осталось от теплицы, у меня этими посевами засажено пологорода. И благодаря этому у меня сейчас в открытом грунте уже томаты с огромными такими плодами. Они, наверное, будут спеть одновременно с теплицей. Потому что у нас условия нынче одинаковые. Что в теплице, что в открытом грунте. Но в теплице им хуже. Потому что стоит аномальная жара, там недостаточное пыление, там они сгорают, там они мучаются, у них листики скручиваются. Нынче в открытом грунте томатом вот вообще хорошо. Благодать и жарко, и проветривание, и все. И ранний топосев у меня оказался. Вот как раз кстати. Нынче сошлось, как говорят, звезды сошлись нынче над моим огородом. Но я это говорю не для того, чтобы над другими позвораствовать. Мне наоборот, я уже говорила, иногда даже неудобно, что у меня такая хорошая погода. У меня нынче все как по маслу, а у других дожди, дожди, дожди. Но сильно не переживайте. У кого дожди плохо растут, а у нас сильно жарко, в теплице тоже им не очень хорошо. Так что нам тоже не совсем хорошо. Вот Екатерина Саяпина пишет. К видео, чем подкормить сладкий перец, это видео прошлогоднее. Или позапрошлогоднее. А позапрошлогоднее, двухлетней давности. Но люди смотрят до сих пор. И вот она пишет, ой, как идет прическа, супер. Это там, где у меня были волосы, да плеч белые. И хочу сказать, опять же, какие люди разные. Сегодня утром только что заблокировала одну женщину за неуважительное отношение к автору. То есть ко мне под этим же видео. Она написала комментарий. Вроде бы ничего, никаких матершинных слов, ничего. Но я, так как я себя уважаю, я не могу, чтобы ко мне так люди относились. В благодарность за мой труд. Она пишет. Хоть бы космос своей подобрала, вроде дама взрослая. Как можно постороннему человеку, чужому написать, чтобы космос своей подобрала? Это ужас. Я ее заблокировала. И я хочу подобрать у нас на канале только компанию вот такую, огородников, которые вежливые. Пусть даже спорный вопрос. Пусть даже они не согласны с моими ветами выращивания, с моими какими-то агротехническими приемами. Но нужно выражать это в культурной форме. Мы находимся в социуме. Если вы у себя в семье, вот то, которое космос говорит, если вас муж вам или сын говорит, что у тебя космос торчат, то мне так никто не говорит, я к этому не привыкла, я терпеть не буду, буду удалять. А вообще у нас очень хорошая компания. Все культурные, все воспитанные. Даже если говорят, что вы не правы, все равно только на вы и все. Я согласна. Я могу даже в полемику, в дискуссию вступить, но только в таком воспитанном тоне. Так, вот Екатерина Меликесова мне сказала, что вот этот серо-зеленый лучше вот этого, но мне уже поздно метаться, потому что я уже заказала его, и все, я же не могу отказаться от заказа. Ну, Кать, спасибо за совет, но я начну с этого. Вдруг мне повезет, и этот будет хороший. Каких я-то жуков прошла, через каких жуков всяких допотопных, мне этот будет, наверное, казаться прекрасным таким совершенством. Вот Татьяна Воротынцева пишет, отличное удобрение, все в меру. Я вот сегодня показывала, что я купила для подкормок. Сразу объяснила, что не все, что я хотела, нашла, но нашла что-то там, какую-то замену. Все, ну, один раз подкормить можно. У меня обычно первым разом все и заканчивается. Я в прошлом году сняла видео, но я, правда, его в том году выложить даже не успела. Сколько подкормок за сезон я сделала? Я там рассказывала, что я сделала две подкормки, а потом закрутила, завертела. Вы представьте, посынковать две тысячи томатов. Это нужно столько времени, что забываешь про подкормки и про все. Так, вот смотрите, Надежда Хрупчик спрашивает. Вчера сделала корневую подкормку томатов. Через какое время можно опрыскивать томаты борной кислотой или макбором? Вот смотрите, Надь, я сегодня сделала так. Я утром опрыснула борной кислотой, а завтра буду делать корневую подкормку, потому что я считаю так, ну вот насколько я читаю, изучаю, что по листу вот эта подкормка, она действует сразу. Она в контакт, как препарат сразу в контакт на листе, короче, вступает в контакт, он сразу же действует, и это считается самая быстрая подкормка, а корневая вы польете, пока дойдет до корневой системы, пока корни это все впитают, пока они по растению прогонят, и она сама по себе, она подействует только, скорее всего, через несколько дней, ну день, два, три, поэтому они не будут считаться одновременными. Ну а может быть, это надо у нас вот есть на канале однозрительница, которая очень хорошо разбирается, она сказала, как-то я биолог от бога, что ли, она дает такие консультации, такие как профессиональные, я не биолог, но возможно, что можно борной кислотой и корневую подкормку делать, и одновременно. Я думаю, что они не помешают друг другу, вы же не будете смешивать их вместе, листья это листья, а корни там дойдут через несколько дней. Но спорить не буду, в этом вопросе я не скажу, что я профессионал, я не биолог, у меня все вот только по личному опыту, но я знаю, что я опрыскиваю бурной кислотой и могу на следующий день сделать корневую подкормку. Никаких, как негативных последствий я не видела ни разу. Вот Галина Седых пишет в помощь бога, ну, наверное, точно бог нынче помогает. Вот Лариса Лозовая пишет, что опять палочки обжечь. Да, вы уже не первая, кто про паяльную лампу, но я с ней не умею работать. Так, Тайша Повал пишет, все доступно и понятно. Поздравляют с началом лета. А, один зритель спрашивал, а с чем вас интересно поздравляют? Я говорю, я пока не поняла, но точно с началом лета же поздравляют. А я уже забыла, у нас уже поллета, считай, прошло около двух месяцев, уже жара стоит. Так, вот и Раейда Сыромятникова пишет, что только что зашла, подписалась. Мы рады, что у нас прибавляется количество подписчиков, чем больше подписчиков, тем больше опыта выращивания, тем больше мы даем советов друг другу. Я вот тоже очень много черпаю из комментариев людей. Вот смотрите, верхние листы вянут и много махровых цветов. В чем дело? Про махровые цветы я как раз буду завтра снимать, потому что в рамках вот этого видео тут не объяснишь. Я сегодня делала посынкование и удалила тоже несколько махровых цветов. Но махровые цветы, они есть разница. Бывают махровые цветы просто на особо крупных томатах, а есть махровые цветы, которые будут до того безобразные, что лучше их сразу удалить. Как их отличать, завтра отдельно буду рассказывать. Вот Платон Миллер спрашивает. Ольга Павловна поливала, но это, наверное, не Платон Миллер, поливала огурцы гуми, как у вас, борной кислотой, борной опрыскивала. Теперь огурцы горькие, несъедобные. Не может быть это от удобрений. Но я скажу так, что вот борное опрыскивание для томатов делают специально для повышения сахаристости, сладости. Я не думаю, что от борного опрыскивания они будут горькие. Или от гуми. Гуми это вообще природные, гуминовые, вот эти удобрения не может быть. Вообще, про горькие огурцы у меня тоже было видео. И там несколько причин. Это тоже тема очень большая. Возможен перепад в поливах. Знаете как? Если, например, как вам объяснить-то? Вот долго поливаете, поливаете, поливаете равномерно ежедневно. В том раз сделали пропуск в несколько дней, в два, в три дня. Они могут, как вот из-за стресса, вот это горечь. Ну, это я читала такую статью научную. Или могут наоборот, если делаются большие перерывы в поливах. Потом тоже в рамках этого видео тут рассказывать очень долго. Надо эту тему как-то развить. Но дело в том, что у меня пока еще нет огурчиков. Вот у меня сейчас начнут плодоносить огурцы. И я буду про все рассказывать. Все, что я делаю. И от чего они загибаются крючком. И от чего там кайма желтая. От чего они горькие. Огурцы, они очень капризные. Но у меня, кто меня Бог милует, у меня всегда хорошо удаются огурцы. Но как обычно, когда вот так скажешь, что у меня никогда не бывает плохих огурцов. Как я сказала, у меня никогда не бывает белокрылки. Она в тот же день, в тот же год появилась. Поэтому я уже боюсь говорить, что у меня не бывает никогда вот горьких огурцов. Буду об огурцах рассказывать подробно. Но по мере их роста. Потому что вы понимаете, у меня такая система на канале. Я рассказываю подробно и показываю только то, что я делаю. Если я это не делаю, у меня нет смысла в пустую рассказывать. Если нечего показать, и нет там, например, образца. Я вот начну обрабатывать огурцы, начну за ними ухаживать. И все, все буду рассказывать. Ну вот Петр Цихлер правильно говорит, что зачем сейчас описывать томаты, когда они еще начинают поспевать. Вот когда они начинают поспевать, тогда и надо их показывать. Но это в ответ на то, что вот одна зрительница прям просит показывать. И сейчас каждый сорт отдельно, сколько и кистей завязалось. Я сейчас тоже смысла не вижу. Они сейчас все как зеленые лягушата. Они все одинаковые. Чего шариться по их кустам и показывать каждый сорт отдельно. Да у меня и времени на это нет. Мне бы их хоть подвязать бы. И хоть какие-то обработки от насекомых сделать, там от чего-то еще. Вот какие-то опрыскивания. Показывать все буду. Когда приведу в порядок весь огород, все подвяжу, все они будут сами по себе уже расти. А я буду спокойно ходить между рядов, напевать песенку и снимать вам видео. Вот Сергей или кто там шутит. В закрутке с томатами корицу можно не добавлять. Корицу сыпала от муравьев. Анна Соя пишет. Ольга Павловна, соберите, пожалуйста, семена афрачери. Хотелось бы такой сорт приобрести. Я буду собирать семена со всех томатов, которые я высадила нынче и которые у меня благополучно вырастут до зрелости. Если будет возможность, со всех соберу. Мне самой интересно иметь свои семена. Я же не буду каждый год покупать в магазине. Вот Юлия пишет. Покажите еще обратные стороны пачек, узнать состав. Да, я вот завтра буду одну подкормку делать. Я вам покажу. Сегодня, к сожалению, я когда снимала про гуми, я не показывала обратную сторону этой пачки. Ну, не знаю почему. Наверное, забыла. А может, от нехватки времени. Так, вот Анастасия пишет. Томаты, загадка природа, вести в один ствол? Подскажите, пожалуйста. Вы знаете, это зависит от вашего... от схемы посадки. Можно вести ее и в два ствола. Они, конечно, очень крупноплодные. Но если вы сделаете достаточный отступ, расстояние между кустами, то можно вести и в два ствола. Но если вы хотите, то можно вести и в один ствол. Вот такие томаты, я с ними, вот с такими томатами поступаю вольно. Я как захочу, как мне удобно, так и веду. Вот если место позволяет, можно сделать... Если высаживаю по одному томатику, то можно сделать два ствола. И некоторые даже делают третий ствол с одной кистью. То есть оставляют третий ствол. Как только одна кисть начинает завязываться, они его убирают. И получается, как два с половиной ствола. О формировании томатов. Смотрите прошлогоднее видео. Там много вариантов. И не обязательно в один ствол или в два ствола. Можете выбрать в соответствии со своими условиями посадки, как у вас. Ангелина пишет. Скажите, пожалуйста, у нас сейчас ужасная погода, холодно, дожди, практически весь май, боюсь, что помидоры заболеют фитофторой. Стоит ли сейчас начинать опрыскивать хомом или профит голд? Когда лучше это сделать, чтобы не было поздно? Ну вообще, если вот такими серьезными, как профит голд, то лучше сделать раньше. Вы, наверное, видели, что на многих пачках томатов там написано, что для профилактики фитофторы первое опрыскивание сделать, когда у рассады 4 настоящих листа. То есть, производители томатов, они рекомендуют делать раннюю обработку, потому что это же не только, вот мы обработали, как вам объяснить, это делается для того, чтобы растение было более устойчиво, чтобы оно было невосприимчивое. А вот этот профит голд, он, по-моему, как раз из тех средств, которые системные и которые дождем не смываются, проникают внутрь растения и задерживаются там надолго. И так как оно не принадлежит к тем вот, как к натуральным, которые вот чесночное опрыскивание или еще что-то, лучше, чтобы оно вышло уже с растения до того, как мы начали кушать. Так что вот сейчас самое время, если вы сейчас им обработаете, ваши растения на 2 недели, на 2, там даже до 20 дней, будут точно защищены от фитофторы, а дальше будете смотреть. Или вы, если у вас будет еще длительный период до снятия урожая, вы сможете еще раз обработать. Если у вас уже будут большие томаты и будет, как, такая замаячит возможность, что они у вас скоро поспеют, тогда уже будете натуральными средствами как-то стараться биться с фитофторой. А вот, кстати, Анна Симонова пишет, обрабатывайте профит голдом, он не смывается дождями. Самое время. Только обработать нужно в сухую погоду по сухим листьям. Вот, ну, почти то же самое. Только я не сказала, что в сухую погоду. Ну, это ясно, что нужно все обработки за 2 часа до дождя. Так, вот Яна Шиховцева пишет, спасибо, а сколько можно добавить карбамидов в комплекс 18-18-18, если нужен повышенный азот? Ну, вот я и ответила уже Юджима. Одна столовая ложка на 10 воды. Вот, смотрите. Смотрите, смотря вы или на всю пачку, или на ведро вы будете разводить, смотрите, я буду обрабатывать, я буду делать на 200-граммовую, ой, на 200-килограммовую бочку и поливать прям по рядам. И если нужно повысить, например, уровень вот этого вот, на 200-граммовую бочку, вот считаете, полстоловой ложки на ведро, там у нас 20 ведер, да, 200, там 20 ведер, значит, 10 столовых ложек вы добавляете на 200-граммовую бочку и у вас получится вот этот вот комплекс с повышенным содержанием азота. Но я не знаю, если считать на ведро воды, тогда нужно там высчитывать, сколько ложек вам нужно этого препарата, и вам вот уже сказали, полстоловой ложки добавите на ведро и разольете. Ну, ведро воды, это, наверное, не больше, чем на 20 лунок. Ну, смотря какая концентрация будет. Так, скажите, в какой форме даете кальций и когда? Вот смотрите, изначально я вот говорила, что смотря какие районы, я томатное поле и в теплицах, кальций заложила еще осенью. А, не калий, а кальций. Чуть не начала рассказывать про калий. Вообще кальций, я всегда говорю, что я добавляю в лунку ложечку золы, там есть кальций, добавляю ежегодно скорлупу и как бы так, как-то отдельно вот какие-то кальциевые обработки. Я обычно не делала, но тут был перебой с золой, в прошлом году у меня случилось такое, что золы не хватило, кальциевую обработку. Хочу сделать кальциевую селитру, обработку нужно делать сейчас, на раннем сроке, потому что потом, ну это опять же все индивидуально, но всегда пишется, что вот эти кальциевые, кальциевые селитры нельзя часто, нельзя злоупотреблять, потому что это все-таки селитра, будет жирование, и если нужен кальций, то лучше на ранних сроках и не увлекаться. Я хочу сделать одну кальциевую обработку, наверное, на будущей неделе, и на этом остановлюсь. У меня тут появилось немножко золы, мне привезла прям зрительница моя с Ютуба, из Чмала, по-моему, Наташа Полякова, извините, если ошиблась, спасибо ей большое, и буду я потом делать опудривание золой. Я вообще кальций никогда не вводила вот такими препаратами, ну, какими-то дополнительными, все у меня обходилось с натуральными средствами, но натуральные средства когда-то кончаются, потому что столько натуральных средств нет, конечно. Ой, Павел Якименко пишет, ах, женщина, а что в Бийске арматуру не продают, она вечна, мне еще от тестя досталось, но, к сожалению, мне от тестя ничего не досталось, если вы посчитаете, тысячи вот этих арматур толстенных, металлических, я не думаю, что они выйдут дешевле, чем палочки. Металл очень дорогой, золотой. Мы, конечно, пытаемся поскольку-то докупать каждый год, добавлять, но чтобы все поголовье палочек, колышков заменить, это очень много, много нужно денег. Пишет Светлана Сергеева, Ольга, ваш заряд будущих, хороший, заряд вы наш бодрости, хорошее настроение, спасибо огромное за озбуку. Утром написала вам вопросы про томаты, у чуда нашла ваше видео прошлый год за всеми ответами. Хочу на этом заострить внимание. Я сейчас вам скажу, что перед тем, как задавать вопросы, я еще раз говорю, зрителей очень много, у меня времени мало, но все вопросы, которые задаются в этом году, на них на всех я отвечала уже в прошлом, в позапрошлом. Вот, заходите на мой канал, видите, вот тут вот, сейчас вам даже покажу, вот где вот это вот, вот лупа, где написано, введите, ой, сейчас, где написано, введите запрос, и вы как-то формулируете, например, если вас интересует борное опрыскивание, пишите, борное опрыскивание томатов, обязательно он вам выдаст, поднимет прошлогодние, позапрошлогодние видео, и все, например, вот дрожжевая подкормка, дрожжевая подкормка, обязательно, в этом году я еще не снимала, но есть она в прошлом году, все видео, у меня две с половиной, что ли, тысячи видео, однозначно, все вопросы, все ответы уже есть, и мне, конечно, очень жалко свое время тратить, чтобы еще раз, вот печатать, сидеть, но некогда, поймите, ищите, пожалуйста, информацию на канале, вот Татьяна пишет, про дрожжевую подкормку, дрожжи, это не подкормка, а стимулятор роста, вот есть такие умные люди, но все же говорят, дрожжевая подкормка, дрожжевая подкормка, стимулятор роста, это, ну как, с одной стороны стимулятор роста, а с другой стороны можно назвать и подкормкой, потому что после этого растения начинают сильнее расти, поэтому и говорят, не увлекайтесь дрожжевыми подкормками, потому что могут томаты зажировать, Чисто прицепиться пишут, что ли, я не пойму. А вот Вика Янович, про которую я сказала, что она пишет, что она в биологии все разбирается. Она дает очень много нам таких профессиональных консультаций, ответов другим зрителям. Прям выношу ей благодарность. Вика, спасибо вам большое. И вот про подкормки она тоже пишет, что Аннушка 18-6-26, это ну потом, да, очень уместна эта формула, когда идет массовый налив. Ну вот у меня, я уже писала, что, как раз ей писала, у меня в этом году, видите, как совпало, какие-то еще не цветут. У каких-то уже есть массовый налив, вот сейчас надо тусовать. Ну, конечно, у которых идет массовый налив, я, наверное, в последнюю очередь оставлю. Я сейчас буду помогать тем, у которых желтые листья, которые перестояли в рассаде, в стаканчиках, которые я высаживала в последнюю очередь. Получается, что самых дохленьких я начну в первую очередь. А вот эти, которые массовый налив, уже, если время будет, подкормлю. Если не будет, не подкормлю Аннушкой. Два года назад я подкармливала, снимала видео, но это было в июле, по-моему, в конце июля, да, когда уже томаты все у меня налились. Все. Вика, спасибо вам еще раз. У кого есть какие-то вопросы, можете задавать. Вика с удовольствием нам отвечает. Так, вот прототип акварина пишет только в другом виде. Акварин вообще ни разу не видела и не слышала даже про такой. Мне, наверное, придется сейчас заканчивать все мое вот это чтение, мои дискуссии с вами. Потому что у меня, я уже говорила, есть уже записанное 4 дня назад еще какие-то ответы на вопросы. Я уже кому-то ответила, но только не выложила эти ответы, они так и лежат на полочке. И в конце этого выпуска будет, конечно, о собачках. Сначала будет тот же, который был в утреннем обзоре, тот же в память моей о той собаке, о тех двух собаках-овчарках, которые на протяжении последних 40 лет жили с нами. У нас сменилось две собаки, но они были один в один. Сейчас я хочу третий раз повторить такую же собаку. Я хочу, чтобы все так же было прекрасно с ней. Нам уже прислали ее с Новосибирска. Ну, обо всем потом, в конце подробнее. Всем привет! С вами Ольга Чернова, 27 мая. У нас на улице 11 градусов. Вот я сейчас подвязывала помидоры, ходила, посынковала. Ноги замерзли, несмотря на то, что я в шерстяных носках, руки замерзли. Зашла погреться, увидела, что очень много комментариев, непрочитанных, неотвеченных. Решила посвятить полчаса чтению комментариев. Сейчас буду читать вопросы. Но там не только вопросы, есть просто всякие советы. Когда я читаю советы других зрителей, они помогают всем остальным. Кто-то увидит, услышит. Так, вот только что 4 минуты назад. Елена Рякутина пишет. Спасибо за рассказ, нужная информация. Это вот про капельный полив. И пишет, хоть у вас полюбуешься на летнюю погоду. Но, к сожалению, вчера мы любовались на летнюю погоду. Сегодня у нас ветер, сегодня холодно. Но 10-11 градусов, это, конечно, холодновато. Вот сегодня, наверное, на ночь будут даже все теплицы закрывать. Вот Маргарита Чеботарева пишет, что есть препарат из яловых пихтовых иголок для обработки перед заморозком. Но нам еще заморозок не обещают, пока выставлено только плюс 6. Но там, где плюс 6, там может на 3-4 градуса быть и ниже. Я это знаю из своего опыта. Вот пишет Татьяна Обросимова. Вчера удаляла пасынки, пожалела с цветочками, сегодня все обрежу лишнее. Вот знаете, вот тут про пасынки, тут разговоров много, у каждого свое мнение. Но если у вас стандартные ряды, вот как 50-60 см между рядами и расстояние между лунками не увеличено, то, конечно, лучше лишнее все обрезать. Потому что вы летом хлопота беретесь с вот этими лишними цветами, лишними плодами. А как я говорила о крупноплодных томатах, то большее количество цветов и кистей, оно обязательно приведет к измельчанию плодов. Вы же понимаете, что один томат не может 45 помидорок вытянуть и все, чтобы были они крупные. Если вот заведено 5-6 у нас в сибирском регионе кистей, оставлять на крупноплодных мы больше не оставляем. Хоть ты их 8 оставишь, хоть ты их 9, количество килограммов с куста не увеличится. Просто увеличится количество. Или вы получите, например, 20 крупных или 42 мелких. Тут как в одном месте прибудет, другому будет. Вот Надежда Куликова пишет. Полная инструкция. Это про график подкормок. Тут про подкормки. Все опять, вот чуть подальше поговорим. Там есть еще один комментарий. Конечно, у каждого свое мнение. Все мы считаем, что наше мнение обязательно самое главное. Но я, кстати, так никогда не считаю. Я всегда говорю, что я делаю так, но вы можете сделать совсем по-другому. И иногда, когда делаешь в противовес инструкциям, наоборот, поперек, то получается даже еще и лучше. Я сама много раз так делала. Вот когда я рассказывала, что помидоры холодной водой поливаю, хотя говорят, что нужно только теплый и что, ну, все на свете. Перец всегда пикирую, хотя говорят, что лучше не пикировать, он лучше вырастает. У меня почему-то, когда делаю наоборот, то получается еще лучше. Вот Марина спрашивает. Между первой и второй подкормкой можно подкормить зеленым настоем? Конечно. Я вот про это и говорила, что самый лучший результат, это все с этим согласятся, достигается, когда подкормки минеральными удобрениями мы перечередуем с подкормками вот такими вот органикой. Это прекрасный результат дает, и все с этим согласны. Но только не у каждого есть время и желание вот эти зеленые настои делать, а вообще, конечно, это хорошо. Ну вот Эльмира пишет, Шаповала, вот про капельный полив, что видели по интернету, будто бы эмиттеры не забивали, чтобы не забивались ржавчиной, раз в месяц бочки разводят небольшое количество офтофосфорной кислоты, ржавчину разъедает и подкармливает фосфором. Но я об этом не знаю, надо узнавать, конечно, каждую информацию надо перепроверять. Надежда Куликова пишет, спасибо за подробный инструктаж к капельному поливу. Я пока не установила, но масса вопросов в голове. Вот по каждую посылку с капельным поливом. У меня тоже, когда я перед тем, как установить, смотришь видеоролики, не сильно помогает, потому что один говорит одно, другое, другое. Короче, пока сам не попробуешь на своем опыте, пока свои шишки не набьешь, мне кажется, что полностью ничего не узнаешь никогда. Вот Людмила Балдина пишет, чтобы вода не зацветала в кубе, рядом посадить дикий виноград, который оплел весь куб. Вот у меня был дикий виноград, он у меня гараж оплетал, но проблема в том, что ему надо выставлять сильно хорошие такие конкретные ограничители. Он же расползается, расползается и под землей, и под линолеумом, и под любыми настилами. Он может метр-полтора проползти тайком, потом вылезти в совсем неожиданном месте. Я еле его выкорчевала, и я хотела тоже украсить одно место, а он начал вообще ползти везде, где надо и где не надо. Я теперь боюсь его высаживать, потому что за ним надо очень сильно следить. Это, конечно, хороший способ, когда растительности украшаем, но мне проще черный колпак одеть на бочку, потому что борьба с этим, с девичьим виноградом была у меня не на жизнь, а на смерть. У него такие там корнищи, у него такие вот эти одервеневшие, вот эти потом стволики. Он начал заплетать у нас вообще весь огород. Анна Астахова пишет, нам надо дружно помолиться за хорошую погоду, это точно. Тут вот Вова пишет, мама, привет. Где мама Вовочки? Я не знаю, но давайте передадим привет маме Вове Челнокову. Вове Челнокова, маме. Ребенок, видите, какой хороший. Маме привет передает. Вот Антонина Иванова пишет, насосу от скважины не повредит уменьшение напора для снижения давления воды на капельную ленту. Я не поняла, как это связано, но мы же включаем иногда кран не на всю мощность, а на маленькую мощность. И вот, например, моем руки там или застирываем что-то. Вот надо что-то такое вот ребенку застирать. И включаешь на маленькую мощность кран и наливается. И также, я не знаю, я, может быть, не поняла вопроса, но я думаю, что нет. Ну, по крайней мере, я в прошлом году поливала. И в этом году уже поливаю. И насосы уже много-много лет. Я знаю, что он скоро, скорее всего, у нас выйдет из строя. Ну, как срок уже давности и зашел. Но я думаю, что это будет не от капельного полива. Так, вот это про посудомойки, про препарат написал. Тоже непонятно, что я ничего не поняла. Светлана Качанова пишет. Такая же ситуация, 5 градусов, 12 часов и 0. В 12 часов 0 градусов бегаю, укрываю все. Ведра, бутылки, укрывной, все идет в ход. А Надежда Красикова пишет. А мы уже из открытого грунта едим. Екатеринбург у нее спрашивает. Вы не ошиблись? А у нас спрашивают, думаете, я не знаю своего местоположения. Ну, скорее всего, у нас же было вот это окно жаркое. Когда вот у нас стояло жарище. У нас жарище стояло дней 40. За это время можно было запросто уже высадить рассаду огурцов. Уже получить как урожай от огурцов. И, как сказать, за это время можно было бы действительно наистись. Если бы знать, я вот высадила свои в бочки, в придомовую теплицу. И высадила в те сроки, в которые обычно высаживала. Если бы я знала, что будет такая жаркая весна, мне можно было бы высадить на улицу. В этом году весна очень хорошая. Уральский огород пишет. У меня, правда, огурцов еще нет, но я их посеяла не так давно. Можно было раньше. Вот в том-то и дело. Знал бы, что вот будет такая жарище. У нас полтора месяца жары было. Можно было бы наистись уже огурцами. Но мы же не сеяли с учетом на очень жаркую весну. Поэтому я вот нынче с огурцами опростоволосилась. У меня сын пришел и говорит, у нас нынче, наверное, помидоры будут раньше огурцов. Вот те, которые в теплице с подогревом, потому что они уже такие сформировавшиеся. А огурцы только собрались цвести. Я говорю, так я их сеяла-то специально. Ну, как с учетом на подогрев, в теплицу с подогревом. А огурцы сеяла в стандартные сроки для высадки в теплицу. Ну, как обычно, в начале мая. И конец мая, начало июня мы начинаем есть. Ну, знать бы раньше. На будущий год, значит, надо все на месяц раньше посеять. На крайний случай. А вдруг опять будет такая аномалия? Ну, вот тут пишутся, пользуюсь капельным поливом 3 года. Тоже есть бочка и в раку, питание от скважины. И вот тут она пишет, что нужно. В бочках полиэтиленовые мешки, вставки какие-то. Ну, это я как поняла, огромный мешок полиэтиленовый, наверное. Я даже не знала, что можно так, да. Ставится специальный редуктор. И от мусора фильтр. Ну, люди тоже приспосабливаются, видите, по-разному. Пишет, Вера, на нескольких помидорах листья закручиваются вверх, растут в другой теплице вместе с баклажанами. Как вы думаете, почему, что им не нравится? Ну, эти вопросы я уже говорила, что мало ли что не нравится. Может, температура высокая, может быть, поливаете часто. Заочно вам вряд ли кто определит. Но я скажу так, что они по любому поводу крутят лист. И причины, я вот тут раз собирала все причины, может быть, до 10. Может быть, и нехватка какого-то элемента. Может быть, наоборот, передозировка каким-то элементов. Может, от жаркой погоды, когда они стараются сократить площадь вот этого испарения. Вам вот так вот, вы сказали, например, закручиваются листья. Почему? Никто вам не скажет точно. И даже если кто-то скажет, это не обязательно будет именно та причина, по которой крутятся. Ася Богданова пишет. Не вижу перца, только замечательная прическа. А что перец смотреть? Там я просто рассказываю, чем подкормить перец. Там достаточно одних слов. Одной снимать очень сложно, особенно в том году, когда я еще не умела видеомонтаж делать. И я снимаешь с руки и стараешься, чтобы не прервать этот рассказ, чтобы скорее сказать. Потому что слепить два куска видеопленки я не умела еще. Сейчас научилась. И то бывают иногда такие ошибочки, как вот недавно в утреннем видеообзоре через видеомонтаж прогнала, не посмотрела, выложила. А там два повтора, один и тот же кусок повторился два раза. Вот тебе и раз. И уже ничего не исправишь. Все. А те я удалила. Исходники. Вот такой я видеооператор, видеомонтажер. И Лена Красноярск пишет. Тоже столкнулись за ржавчину. Отказались от бочки. Подключили к центральной воде. Так, ну тут НАТО ей уж пишет, что если вы полностью выливаете куб воды в 2-3 дня, то ничего не заведется, не успеет. Но это когда жарко, в 2-3 дня. А если когда вот будет такая холодная, пасмурная погода, то там и будет неделю стоять. Но я теперь делаю так. Я заранее не наливаю. Вот сейчас я слила, у меня куб стоит пустой. Когда мне я намечу поливать, за 2 дня налью. За 2 дня она успеет нагреться, чтобы по неделям она не стояла. Ну вот тут еще один совет от Зинаиды Уваркиной. Торф в мешочке. Первый раз тоже слышу. Пишут. Скажите, как вы выращиваете рассаду в лотках? У меня не такие густые, как у вас. Чтобы получить густые, как у меня, надо просто гуще сеять. Все посевы и все выращивания у меня есть на канале. Смотрите выращивание рассады. Сложно ответить на вопрос, как вы выращиваете рассаду в лотках. Если ответить в таком же, ну как стиле, ну как ложу семена в землю и поливаю. Вот и выращиваю так. А все подробности нужно смотреть видео подробно, все сидеть, смотреть, слушать. Тем более, вот это прошлогоднее видео, где я эту рассаду томатов выращиваю. Вероятно, для это массовое выращивание. Там я высеваю загущено, поэтому они такие густые. Так вот, про собак пишет Юлия, что есть док-тренинг, хороший специалист. Подскажет, как поступить с Рэмом. Ну тут кто-то даже про воспитание, обучение командам. Тут кто-то даже пишет, что нужно его там, ну, кинологу, чтобы что-то... Но он уже понимаете, он просто старый. Собака много лет прожила с другими хозяевами. Я не думаю, что он переучится. Я не думаю, что есть смысл его учить. Я говорю, что вот одна вчера зрительница написала, что скорее всего он думает, что вы его украли у тех хозяев, поэтому он такой злой. Я вот тоже так считаю, что он так и думает, что он на нас смотрит таким недобрым взглядом. Мне кажется, что он думает, что мы что-то нехорошее сделали, куда-то дели его хозяев или его украли. Потому что даже мимо, если проходишь, чуть приближаешься, он даже не лает, он на тебя вот так смотрит, прям волчьим взглядом агрессивно. И вот так вот, как это, вот этот волчий оскал, молча вот эту верхнюю часть, так как губа или как десны, оголяет, оголяет всех клыки, вот так откуда-то из глубины вот этот рык волчий. Как я могу, там одна зрительница пишет, странно, что вы его не приучили, можно было приучить. Я и не хочу его приучать, мне страшно. Я на него смотрю, у меня аж мурашки по телу бегут, и волосы дымом встают. Такой у него ненавистный взгляд вот этот волчий. Кажется, что он хочет прям вцепиться в шею и загрызть. Он действительно, наверное, ненавидит нас за то, что мы лишили его тех любимых хозяев, с которыми он всю жизнь прожил. И вот или украли его, или может куда-то их. Но он, короче, нехороший, я думаю, это нас, это точно. И никакой едой это не исправишь, мне кажется, не подкормишь его ничем. Он просто, наверное, такая преданная собака. Вот есть как Хатико. Он до сих пор, вероятно, живет вот этими воспоминаниями о своих хозяевах. И ничего уже. Я вот решила, что будет просто доживать, значит, в этом вольере. Будем его кормить и все. Никакими, конечно, мы не будем ни дрессировками, ни перевоспитанием заниматься, нет. Насильно любить себя не заставишь, если он с детства с нами не жил. И это не та собака, которая за еду нас полюбит. Я уже поняла это давно. У меня пытались, вот, я говорила, всех членов семьи искусал. Муж кормит, он и то его умудрился схватить за ногу, и улучил момент. А сыновья, когда приходят в гости, хотели, ой, да я с собаками хорошо ложу, только руку протягивают или погладить, или что, все, цап, и собака кусается. Теперь уже никто к нему старается не подходить. Вот Людмила Буренкова спрашивает, можно ли пасынковать помидоры перед высадкой на постоянное место, можно ли пасынковать рассаду, если на нем есть пасынки. Да, конечно, у нас бывает, что рассада перестоит, и вот в стаканчиках, даже еще не высадив, мы видим пасынки. Пасынки лучше удалять, потому что они, это лишние нахлебники, они тоже употребляют все эти питательные вещества, которые и так рассаде мало. И перед высадкой на постоянное место отщипывать можно, и в стакане в рассаде тоже лучше отщипывать, не нужно этих пасынков взращивать. И вот Симпополу Мимирсалу, ой, имя не знаю, не могу, извините, прочитать, спрашивает, можно ли мульчировать томаты свежими опилками. Я начинающий огородник. Про опилки ничего не могу сказать. У меня опилок нет, я никогда ими не мульчирую. Я тут советчик плохой про опилки. Скажите, на какой стадии формировать томат? К примеру, можно формировать, когда сильно отростки пасынки, обрезать их можно или маленькие. Как узнать, что пора удалять пасынки? Вообще есть стандартное правило, что больше 5 сантиметров пасынки лучше не выращивать. Конечно, когда они сильно маленькие, вот 1 сантиметр или 1,5, они сильно большого вреда не приносят и сильно не обессиливают растения. Обычно вот стандарт у нас до 5 сантиметров. 3-4 сантиметра можно их уже удалять. Это про вчерашнее уработалось. Хорошо сидеть в своем царстве, да? Вчера был новосибирский ураган. Растения гнулись до земли. У нас тоже вчера был такой, вот Светлана пишет тоже, как живописно расположились. Такая жара такая, ужас. У нас был тоже вчера такой вечером ветер. Я так пожалела, что раньше за день не начало вот это подвязывание уже, которых томатов, которые выросли, вы видели, они уже с такими, с хорошими, с яблочками, с завязями, помидорок. И они вот так вот мотылялились. Я думаю, ну если сейчас еще сильнее ветер будет, обломает все нафиг. И вот сегодня тоже буду подвязывать, ходить стараться. Но сразу подвязать столько штук, конечно, это сложно. Это все надо рядами, этапами. Вчера вот я прошла всего один ряд. Так. Готовлю рассаду к стрессу, пишет Дикая Роза. Мне и самой не помешало бы чего-нибудь накатить время от времени, включая отопление в доме. Вот это недалеко от Бреста так холодно. Посидеть на земле еще не получится. Вот все обсуждаем эти подкормки, делать кому не делать. Вот когда одна зрительница написала, что зачем столько химии в огороде, Маргарита Медведева пишет, что в советское время столько химии на поля вывозили, и все было вкусное и полезное. А как восполнять микроэлементы? Я тут же вспомнила, и хочу напомнить всем, кто вот так категорически против этих подкормок. Вот не надо химии, не надо ничего в огород добавлять. И почему-то все думают, что если они в огород не добавляют вот такие какие-то микроэлементы-добавки, то они все ведут здоровый образ жизни, они едят все экологически чистое. А я вот всем напоминаю, что сейчас все мы едим овсянку, гречневую кашку, хлеб ржаной. И вот кто ест такие продукты, старается, ну, натуральные все, они считают, что у них здоровое питание, но мы забываем, что все эти культуры выращиваются с применением удобрений и гербицидов. Мы в огороде хотя бы вот эти гербициды не применяем, очень редко. Вот тебе и зачем столько химии? Ну, для нас, для многих, особенно для горожан, это уже неизбежно. Если живешь не в глухой тайге, в полной изоляции от цивилизации, ясно, что ты не печешь себе хлеб, ты не выращиваешь эту гречку, ты не выращиваешь эту овсянку, ты ничего этого сам не делаешь, ты же пользуешься продуктами из магазина. Все это с применением минеральных удобрений. И то, что мы в огороде несколько грамм добавляем, поверьте, это капля в море. И это вот какое-то лицемерие, когда говорят, что я не пользуюсь вот никакими такими магазинными средствами, поэтому у меня питание такое чистое, экологически чистое. Да откуда оно в наше время, экологически чистое питание? Я вот в прошлом году говорила, что если применять в меру, внимательно, обоснованно вот эти подкормки, никакого вреда от них не будет. Мы все равно восполним количество вот этой химии, продуктами с магазина. Почему-то, когда люди едят копченую колбасу, они не вспоминают, насколько она вредна. Вредна только подкормки в огороде. И в конце этого видео я не могу не поговорить о собаке, потому что, когда я упомянула 25 мая о том, что поеду выбирать щеночка, многие сказали, что вот Светлана Титкова пишет, хорошего друга выбрать вам. Все пишут, что покажите потом собачку, когда купите. Но дело в том, что у нас такая ситуация, что оказалось, я вот ездила в наш клуб, собаководства в Бийске, в самой крупной. Оказалось, что у нас в городе нет щенков, на данный момент кавказской овчарки. Он позвонил в Барнаул, в Барнауле тоже нет, в Новосибирске есть 11 щенков там одних, но туда надо ехать. И я, так как я давно не брала, не покупала собаку, я, конечно, была в шоке. Он спросил вам собаку, чтобы на выставках представлять, или простую, я говорю, да простую он, потому что на выставках представлять, которую надо 50 тысяч, она стоит, а простая 25 щеночек. Я, конечно, была в шоке от такой цены, но я думаю, ну ладно, но не в этом месяце, там в следующем. Он говорит, с кавказскими овчарками очень сложно. Я вот сейчас покажу, какая была у нас кавказская овчарка. Я как вспомню, каких щеночков она нам рожала, прекрасных. Смотрите, медвежата, ну вообще, я хочу только такую, я так соскучилась по таким собачкам. Она у нас была королева, но у нас две было кавказские овчарки. У нас вот эта первая собака, она очень долго жила в доме, несмотря на то, что она огромная была, волосатая, такая лошадина. Она жила у нас дома, и спала на диванах. Мы ей все разрешали, мы ее так любили. И вот этот вот младший сын, он вырос вместе с ней, она его, говорю, что на санках катала, и защитница была, и все. И он, когда ушел в армию, он прям просил, мам, пришли свою фотографию Златкиной, покажу вам. Вот фотографировала, специально ему в армию вот это фото делала, где я и Злата. Он так, по-моему, соскучился. И сейчас покажу еще. И вот эту делала, это соседский мальчик, он там со мной сдружился, и я делала вот Златку, Саньку и себя. И смотрите, вот эту себе оставила, а эту фотографию в армию отсылала. Посмотрите, он ее носил каждый день с собой, она вся была мятая, перемятая и привез назад. И вот Златка вместе с ним всю армию была. Вот собачка была, прям член семьи. О, это тоже для армии делала. А, я хочу сказать, что раньше, хотя не было вот этих цифровых фотоаппаратов, я бы больше фотографировала. Вот это наш кот, гномик любимый. Мы всегда живем с кошками, с собаками, и раньше цифровых не было. Купишь вот 36 кадров вот этот фотоаппарат, хоть один или два кадра обязательно я своим любимцам то гномика сфотографирую, то Злат. Когда мы попытались купить в Бийске, вот мы нашли только одно объявление, мы съездили, мы посмотрели их. Так, ждите, надо мне листать. Мы посмотрели их. Сначала меня очень удивило, что есть чисто белые, но оказался у них белый вот этот папа. Папа, как белый медведь. Я даже не знала, что есть такие кавказцы белые, но оказалось, что есть. Вот она мама. Мама очень похожа на нашу Златку. Папа не очень похож. Вот они, красотки. Но тут меня смутило вот Надежда Красикова, которая сама сказала, что она понимает в собаках, разбирается. Она сказала, не берите без документов, потому что кавказская овчарка это такая собака, которая может на начальном этапе, ну вот в возрасте щенка, быть очень похожа на щенка, а потом, когда начнет расти, там может вылезти что угодно. И если где-то в каком-то колене была какая-то помесь, другая собака, то можете получить не кавказскую овчарку. А тут написано вот, что мать сочетает крови аборигенных и заводских собак. Это то есть у нее были примешаны совсем какие-то другие собаки, поэтому у них нет документов. Ну, короче, тут пишут в родословные не упираемся, но не упираемся, потому что нет возможности сделать родословную, потому что есть ли там какие-то аборигенные собаки. Все для серьезных людей, знающих, понимающих породу. Все. Начали искать дальше. Тут хочу особую благодарность выразить тем зрителям, которые искали мне вместе со мной собак, но у нас тут такая проблема. Вот Надежда Красикова мне тоже нашла собаку в Екатеринбурге. Вот ее папа. Тоже вот такие хорошие родители с документами. Все они чемпионки родители, с хорошими документами. Ну, представьте, при стоимости щенка в 20 тысяч доставка с Екатеринбурга до нас тоже 20, 30 или 40 тысяч. Ну, у разных транспортных компаний. Мы, конечно, были в шоке из-за того, что доставка невозможна. Нам пришлось искать где-то здесь поблизости. Мне вот Лилия Вальтер тоже в Калининграде нашла хорошую собачку. Но оттуда, конечно, до нас вообще никто тоже не будет везти. пришлось искать где-то поблизости. Нашли в Новосибирске. Сейчас покажу нашего щеночка. К сожалению, щенулю можно посмотреть пока вот только в таком формате. Крошечная-крошечная фотография. Потом покажу подробнее, крупнее. Как я вовлю пи子. Редактор субтитров Корректор А. Калунинграде Корректор А.